Привет, меня зовут Елена Коваленко, и я эксперт в области бизнеса и женского успеха. Знаешь, почему ты сейчас смотришь это видео? Просто тебе ни на что не хватает времени. Вроде столько всего хочется успеть сделать, а к вечеру ты вся измотанная и понимаешь, что ничего толком ты сделать не успела. Не переживай, ты не одна такая. Я очень хочу тебе помочь, поэтому и решила записать для тебя свое видео. Ведь у меня была эта проблема, да и сейчас она не исчезла целиком, так как такого не бывает ни у одного человека на земле, чтобы он успевал в свои 24 часа сделать все желаемое. Но есть одна волшебная таблетка, один волшебный инструмент, который поможет успевать намного больше и спать ложиться со спокойной совестью. Хочешь получить его бесплатно? Тогда поехали! Раньше, когда я слышала слова «тайм-менеджмент» и «планирование», меня бросало в холодный пот. У тебя так же? Мне казалось, надо садиться, тратить полдня на разные схемы, таблицы. Это тоже занимает уйму времени, которого и так не хватает. Но все же я привыкла идти туда, где страшно и дискомфортно. Ведь успех приходит тогда, когда ты выходишь из зоны комфорта. Поэтому я стала изучать более глубоко эту тему, так как занимаюсь женским творческим бизнесом. А в бизнесе, как известно, без планирования никак не обойтись. Особенно, когда кроме бизнеса есть еще муж, дети и быт. Ведь правда? Думаю, тебе это точно знакомо. И вот я создала собственную, очень легкую и доступную для любой женщины схему. Которую не надо настраивать часами, но она дает понимание того, что делать каждый день, чтобы успевать многое. А особенно, самое важное, и быть счастливой женщиной. Конечно, втягиваться ты будешь постепенно. Не расстраивайся, если не сразу все будет получаться. Просто благодари себя за старание каждый вечер и спокойно ложись спать. Каждый новый день будет продуктивней предыдущего. Итак, самый главный и основной принцип – не залипать надолго в одно дело. Ведь тогда ты начнешь утомляться и скучать, и возненавидишь то, что делаешь. А для женщины это самое страшное. Вообще, я считаю, что женщина – существо творческое. Ее задача – быть легкой и не допускать стрессов. Быть в принятии ситуаций и спокойнее ко всему относиться. Ты со мной согласна? Итак, составляем план. Берем свой самый любимый блокнотик или любимый гаджет, в котором ты можешь все записывать. И выписываем все виды планов по порядку. Первое. Физический план. Физический план – это все, что касается твоего тела. Например, спорт – три раза в неделю, зарядка – каждый день, маникюр, педикюр, депиляция, спа и так далее – один раз в месяц. Домашний уход, маски, скрабы – два раза в неделю. Витамины – каждый день. Поездка на природу – один раз в неделю. Второе. Интеллектуальный план. Это все, что касается саморазвития, творчества, хобби. Например, обучение онлайн-методом – каждый день, чтение – 30 минут в день, три хороших фильма в неделю, прохождение различных марафонов, тренингов, посещение театров, музеев, выставок. Например, один раз в месяц. Третье. Духовный план. Это, естественно, все то, что связано с духовностью. Например, молитвы каждое утро и вечер, посещение святых мест один раз в неделю и так далее, чтение духовной литературы. В общем, все, что конкретно у тебя связано с духовностью, а также обучение духовному твоих детей. Медитации, аффирмации тоже можно отнести к этому разделу. Четвертое. Материальный план. Как же без него? Это все, что связано с деньгами. Кстати, всегда пиши план по доходам на месяц. Рекомендую на видном месте написать ту цифру, которую ты хочешь получить от Вселенной в этом месяце. У меня это видное место – холодильник. И каждый день смотри на нее, помни о ней, желай ее. Итак, в разделе материальный план. Ты пишешь все то, что поможет получить тебе эту желаемую сумму. Например, один час в день работа в Инстаграм. Один час в день общения с партнерами, клиентами и так далее. Тут только ты знаешь, из чего состоит твоя ежедневная работа. Также сюда можно отнести продажу ненужных тебе, но очень нужных кому-то вещей. Я, например, выставляю по две вещи каждый день. Подумай, откуда еще к тебе могут прийти деньги. И пропиши в этом разделе. Пятое. Социальный план. Это все, что касается твоей семьи и друзей. Например, каждый вечер по одному часу ты проводишь с семьей, выключая гаджет. Один раз в неделю ты проводишь вечер с любимым мужчиной. Любовник или муж выбирать тебе. Шучу. Каждый день по 20 минут болтовня с подругой и жалоба на того самого мужа или любовника. И так далее. Не забудь вписать сюда все, что касается времени наедине с собой. Возможно, это будет что-то из первого физического пункта. А может, что-то особенное, что наполняет именно тебя энергией. На сегодня это все. Ведь я говорила, что женщина не должна утомляться от большого количества однообразной информации. Поэтому вторую дозу я предоставлю тебе в следующем видео. А пока подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить то самое второе видео. Ставь лайк, ведь я искренне делюсь тем, что у меня работает. И смело задавай вопросы в комментах под этим видео. Кстати, я решила завести телеграм-канал для женщин, которые занимаются саморазвитием и хотят все успевать. Там будет куча полезной и нужной информации. Подписывайся прямо сейчас и получай от меня различные лайфхаки и веселые женские штучки. Живи кайфуя! Пока-пока! Тебя развлекала я, Елена Коваленко. Субтитры сделал DimaTorzok